Привет-привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Татьяна Климова, и вы смотрите видео Завораживающий русский, в которых мы говорим о самых интересных, длинных, оригинальных словах русского языка только на русском языке. Если вы будете эти слова использовать, говорить с вашими друзьями, коллегами на русском, они будут очень удивлены, и у них будет очень хорошая реакция. Если вам нравится моя работа, вы знаете, что делать. Смотрите на моем сайте. Упражнения на перевод очень полезные, транскрипции для подкастов, чтобы читать параллельно, когда вы слушаете мои подкасты. И, конечно, мой клуб «Русская дача» для самых позитивных и мотивированных. «Русская дача» — это видео и подкасты каждые пять дней. Сегодня у нас такое интересное слово «воображение». Что значит воображение? Воображение — это фантазия. Фантазия — это когда у нас в голове много-много идей, много интересных концептов. Это воображение. Обычно мы говорим «у меня, у него, у неё богатое воображение». Богатое воображение. Например, если ребёнок, и вы выдаёте ему или ей фломастеры, бумагу, и ребёнок начинает рисовать много-много идей, он или она рисует какие-то интересные креативные вещи, вы можете сказать «какое у него, у неё, у тебя богатое воображение». Обычно это хорошо, но иногда тоже не очень, потому что иногда наше воображение нам даёт позитивные концепты, идеи, а иногда негативные. Иногда богатое воображение — это когда вы думаете, что ой, будет катастрофа, всё будет плохо. Это может быть немного плохо, когда это далеко от реальности. Мне кажется, моя идея, что идеально — это видеть реальность максимум, как она есть. Воображение может быть хорошо, когда, например, для креативных профессий, да, если у вас креативная профессия, вы должны находить, рисовать новые модели одежды, или вы в маркетинге, в рекламе, новую рекламу, фильмы, да, вы художник, вы картины пишете. Да, воображение очень важно, и это хорошо, но иногда воображение может рисовать страшные апокалиптические картины. Поэтому, да, осторожно. Воображение. Мы говорим «богатое воображение», плохое воображение. Иногда мы можем сказать «а, у меня, у меня нет воображения», у меня плохое воображение. Кстати, в клубе «Русская дача» мы говорили о мнемотехнике, как помнить слова в иностранном языке через картинки ментальные, и для этого нужно иметь хорошее воображение. Дорогие друзья, пишите ваши комментарии, что вы думаете об этом, об этом слове. Спасибо, что смотрите мой канал, пишите примеры, ставьте лайк, 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 лайк. Минимум один. Подписывайтесь на канал, и увидимся в следующем видео. Пока-пока.